дорогие друзья всем привет сегодня с обзор на младшего брата того мафона который был в предыдущем обзоре ссылка будет вот тут вот по подсказке это он кио x qd 1800 название такое же но эта модель с разрешением экрана 1280 на 720 открываем коробочку внутри видим сразу же инструкцию такую же как и предыдущему большому мафону ну и дальше антенна gps 2 антенны 4g в отдельной коробочке дальше лежат переходник вот евро и сок android магнитоле фишка на заднюю камеру фишка на остальные задние камеры и кановые единицы далее провод с usb провод двумя usb и фишка с модемом и входами и выходами на видео и звук ну что ж теперь давайте к самому мафону выглядит магнитола следующим образом по входам задней стороны у нее все то же самое два входа под антенны 4g вход под антенну gps антенка маленькая вайфая оптический выход выход hdmi на дополнительный экран целая грядка фишек под различные провода которые мы только что показывали и основной вход под android магнитола также маленький 10 амперный предохранитель и вход под антенну ну что ж теперь перейдем к внутренним настройкам самой магнитолы будем разбираться что-то внутри положили и чем она отличается от предыдущей дорогие друзья следующим образом выглядит менюшка на магнитоле собственно те же самые прямоугольнички что на предыдущем мафоне они настраиваются по вашему желанию а пока что откроем меню основных приложений здесь предусмотрен google chrome youtube спотифай google карты также есть tick tock z-link лайки google и netflix также ways панораму в 360 градусов это магнитола также поддерживает пожалуйста то есть мы берем открываем 3d модельку и ваш автомобиль будет вот в этом вот положении крутится как вам удобно также есть просмотры сверху по бокам снизу и остальные далее переходим к основной менюшки здесь что еще интересного есть быстрое открытие google карт кстати даже 4 гигабайт оперативы спокойно вывозят все то что нужно в этой магнитоле основные кнопки с сенсорные здесь также есть и можно спокойно пользоваться увеличение уменьшения громкости звука пожалуйста она все здесь имеется выход назад и в основное меню далее перейдем к настройкам дсп выглядит главный экран дсп следующим образом снизу находятся пять кнопок по выбору форматов работы в 2 канала 2 канала сабвуфер 4 канала 4 канала сабвуфер и 5 каналов и сабвуфер далее по менюшкам открываем меню громкость здесь находится увеличение либо уменьшение громкости каждого динамика по отдельности она здесь все на самом деле меняется пожалуйста можно все редактировать также возможность изменения фазы присутствует далее эквалайзер здесь есть пресеты их 20 штук их на самом деле много плюс они есть скажем если говорим про рок то здесь есть металл тяжелый рок и классический рок если вдруг вас это не устраивает а можете выбрать режим настройки 1 здесь он идет на фронт тыл центр и сабвуфер пожалуйста все настраивается как стандартном эквалайзере далее открываем режим 2 и здесь уже идет настройка каждого динамика по отдельности передние 2 задние 2 центральный и сабвуфер также есть такая кнопка как свой это выбор конкретного пользователя то есть на пользователь 1 можно настроить полностью эквалайзер под какой-то жанр под пользователя 2 можно просто поставить пресет и пожалуйста он будет работать то есть откроем пользователь 1 здесь при 100 нет пользователь 2 пресет установлен далее идем в кроссовер здесь все то же самое что и стандартном кроссовере пользователь 1 пользователь 2 пользователь 3 и также сброс полностью всего кроссовера открываем звуковое поле это обычный баланс его можно редактировать следующим образом можно поставить сразу на водителя полностью сбросить поставить на пассажиров сзади как вам удобно мы сбросим и идем дальше здесь сцена это очень интересная деталь можно настраивать сцену под определенные режимы работы можно настроить сараунд то есть смешивание переднего и заднего звукового полей пожалуйста это можно делать можно установить пас бусту на стандартные динамики не только на сабвуферы и есть фокус это на самом деле поднятие и занижение музыкальной сцены то есть мы пускаем музыкальную сцену и как видите источник звука на схемке он поднимается и опускается это позволяет очень эффективно редактировать практически любую систему далее закрывает задержки но это все понятно минимальный ход у них две сотых секунды также не сантиметрах сбросим и выходим назад в основное меню если говорить про характеристики магнитолы то пожалуйста не все на экране snapdragon octa 2 герц и также adreno tm 610 gpu сверху к этому 4 гигабайта оперативной памяти 64 гига встроенной разрешение экрана 1280 на 720 чуть чуть поменьше чем у его старшего брата однако все равно тянет очень и очень много далее идут настройки системы настройки камеры настройки звука общие bluetooth вай фай а в общем нюансов и настроек здесь очень много и со всеми ними можно кастомизировать вашу магнитолу конкретно под ваши нужды и желания обои которые стоят на фоне за этим прямоугольниками не меняются а в остальном с обзорной частью мы закончили переходим к заключению что можно сказать в итоге в этой магнитоле есть лаконичность есть хороший дизайн есть стандартные привычные всем анимации движения для управления есть достаточное количество оперативки хорошее количество внутренней качественной стандартной и dsp процессоры что еще нужно для того чтобы поставить универсальное устройство себе в машину и спокойно им пользоваться ничего всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии и выбирайте себе качественную акустику